МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты и я, Татьяна Трофимова. Сегодня выпуски. Пока потолок не упал на голову. Почему программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья оказалась под угрозой? Классный полицейский. Чему СОБР и ОМОН научили чебоксарских школьников? Прыжки, шаги, вращения. Кто оказался сильнейшим на первенстве по фигурному катанию в Чебоксарах? Расселить людей из аварийного жилья в намеченные сроки и не потерять поддержку федеральных органов. Председатель Кабинета министров Чувашии Иван Моторин в рамках видеоконференции провел совещание с главами администрации муниципальных районов и городских округов республики. По данным Минстроя Чувашии, существует реальная угроза не выполнить программу переселения граждан из аварийного жилья. Особенно сложная ситуация в городах Алатыр, Шумерли и Чебоксары. В этих городах муниципалитеты не проводили своевременные аукционы со всеми вытекающими из этого последствиями. По оценке Минстроя здесь есть угроза не ввода ряда позиций. И с учетом того, что порядка 44% первого этапа приходится на город Чебоксары у нас по программе, то возможные угрозы неустойки оцениваются порядка 100 миллионов рублей, даже чуть больше. С учетом того, что данных средств сегодня нет, они не заложены в бюджете, соответственно, нужно мобилизовать максимально здесь все силы, работу. Это относится и к Минструю, и к городу, и с подрядной организацией эти работы выполнить. Если республика не освоит полностью первый денежный транш, сказал Иван Моторин, то второй, скорее всего, будет заморожен. Нельзя допустить потери выделяемых средств. Это должно стать главной задачей профильного ведомства. Также на видеоконференции рассмотрели вопрос обеспечения жильем детей-сирот. Для 248 человек эта проблема должна быть уже решена. Строительство жилья для них подходит к концу. Но в ряде районов и городов еще остались нерешенные вопросы. В Новочебоксарске, в Красноармейском районе плохо организована работа по заключению контрактов на приобретение жилья. В кратчайшие сроки завершить аукционы на приобретение жилых помещений для детей-сирот, обеспечить своевременное исполнение готовых муниципальных контрактов. Такую задачу поставил председатель Кабинета министров. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика. В минувшие выходные в селе Сыресе Парецкого района сгорел жилой дом. В пожаре погибли его хозяева. Сейчас в Следственном комитете республики выясняют все обстоятельства этого происшествия. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. На месте жилого дома и бани осталось только пепелище. Очевидцы говорят, что здание сгорело в считанные минуты. В эту злополучную ночь хозяева дома мирно спали. Останки 70-летних пенсионеров позже были обнаружены на месте пожара. По всей видимости, супруги попросту не успели выбраться из дома. Живых остался только их сын. Именно он увидел, как во дворе загорелся сарай. Возгорание заметил их 49-летний сын, который проживал вместе с родителями. Он проснулся от треска горевших надворных построек. Сразу же разбудил своих родителей. После чего побежал к соседям вызывать пожарных. Вернувшись, он обнаружил, что родителей на улице нет. Мужчина попытался зайти в горящий дом, но не смог этого сделать из-за сильного огня и едкого дыма. Следователи отмечают, что потерпевший находился. Сейчас он с различными ожогами госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается необходима медицинская помощь. Место происшествия следователи уже осмотрели. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Работу специалистов осложняет то, что дом и дворовые постройки сгорели дотла. Но уже точно известно, что это был не поджог. По предварительной версии, хозяева дома отравились угарным газом. Сейчас ее проверяют судебно-медицинские эксперты. Им приходится проводить даже серьезный химический анализ костей. Специалисты выясняют, и по какой причине произошел пожар. Не исключено, что сарай загорелся из-за старой проводки. Уже к жилому дому огонь мог перекинуться по кровле. Картину этого происшествия следователь восстановит уже в ближайшее время. Без внимания взрослых. Такие дети часто становятся малолетними правонарушителями. Только тогда общество начинает бить тревогу. И думать, как справиться с этим злом. О том, где ребята получают шансы справиться, в репортаже Ольги Пырочкиной. Петя – обычный подвижный ребенок, который любит играть и не очень жалует школьные учебники и домашние задания. В свои 9 лет он уже второй раз в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей – за кражем. Скажи, пожалуйста, ты здесь что делаешь? За что ты тут оказался? Белосибец воровал. Понятно. А здесь тебе как? Ну, что здесь делаешь? Расскажи. Занимаешься, играешь с другими ребятами? Играю с другими ребятами. В шашки играем, гулять выходим, мячик играем. Учитель со мной занимается, научили отжиматься, проседать. Несмотря на то, что скучать здесь, судя по всему, некогда, мальчик хочет домой, мечтает стать таксистом и обещает, что сюда больше никогда не вернется. Здесь оказываются те, кто совершил общественно опасные деяния, которые попадают под уголовный кодекс. В основном это кражи, грабежи, побои и административные правонарушения. Максимальный срок пребывания – 29 суток. Возраст воспитанников от 7 до 18 лет. Это далеко не всегда дети из неблагополучных семей. За 10 месяцев было помещено 105 несовершеннолетних. Из них за совершение общественно опасных деяний – 36. Это, в принципе, практически столько же, сколько в прошлом году. Задачами центра является найти первопричину, почему ребенок это совершил. Что способствовало, что подвигло ребенка на совершение правонарушения. С ними работают психологи, воспитатели. Мы подключаем для работы наркологов, психиатров. Сейчас в центре 6 воспитанников. В учреждении сами сотрудники называют пионерским лагерем закрытого типа. Кто-то, возможно, посчитает, что пребывание здесь слишком мягкое наказание. Однако решетки и замки оказывают сильное впечатление на юных правонарушителей. Специалисты отмечают, для того, чтобы серьезно задуматься над своим поведением, этого вполне достаточно. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика. Их профессия интересна и опасна. В Чубаксарах на базе 5-й гимназии сотрудники МВД Чувашии провели уникальную акцию «Классный полицейский». Аналогов ей нет во всей России. Ученики и их родители увидели поучительные мастер-классы и показательные выступления от спецподразделений ОМОН и СОБР. Подробнее в нашем следующем сюжете. «Служу Россию, служу закону» – главный девиз сотрудников МВД. Благодаря многочисленным фильмам о полиции в ряды силовых структур мечтает вступить практически каждый. Насколько действительность совпадает с киносюжетами, учащиеся 5-й гимназии узнали из первых уст. В данном направлении, которое я сегодня рассказываю ребятам, условия и порядок поступления в образовательное учреждение системы МВД Российской Федерации. Если ребята, юноши, девушки сделают для себя такой решительный шаг и станут на эту ступеньку дальше, захотят развиваться в этом направлении, выберут в себе такое качество, как служение, в первую очередь людям, защищать их права, мы приглашаем в наши ряды. Сотрудники спецподразделений МВД детально рассказали ребятам об особенностях своей работы. Отдел по делам несовершеннолетних, отдел КАД, Центр по противодействию экстремизму и многое другое. Занимательным оказался мастер-класс уголовного розыска. Там ребятам не только преподали теорию, но и научились снимать отпечатки пальцев с предметов. Важным моментом полицейские считают патриотическое воспитание. Мы должны беречь нашу историю, мы должны ее правильно преподнести нашему поколению. И эта акция, в принципе, выражение вот этого всего. То есть здесь в основном представлены предметы, конечно, времен Великой Отечественной войны. Но на памяти, на завоеваниях наших дедов, отцов, матерей и бабушек, в принципе, строится вот это патриотическое направление. Свою работу показали и четвероногие сотрудники кинологической службы. Это кокер-спаниель Ялта, задача которой – поиск наркотических веществ, и бельгийская овчарка Буян, которая помогает в поиске и поимке преступников. Эффектным завершением акции стали показательные выступления ОМОНовцев. Тут и стрельба из оружия, и борцовские качества. На ребят это произвело большое впечатление. Екатерина Абрамова, Александр Петров, Преспублика. Кугийская школа-интернат – учреждение особое. Здесь живут ребята, имеющие проблемы со здоровьем. Социальная адаптация дается им нелегко, поэтому так важна им поддержка взрослых. Вот уже три года Федеральный центр травматологии и ортопедии. И эндопротезирование помогает воспитанникам и педагогам. Подготовка к будущей самостоятельной жизни – вот основная задача школы. Сейчас детей с ограниченными возможностями здоровья обучают как по дошкольной, так и по школьной программе. Мы планируем еще развить направление музыкальное, поскольку музыка гармонизирует внутреннюю духовность человека. И поэтому думаем, что этот проект тоже получит достаточно серьезное признание. Мы найдем специалистов, которые помогут нам с этим справиться, с этими трудностями. В день открытых дверей навестить воспитанников в интернат приехал главный врач Федерального центра Николай Николаев. Приехал не с пустыми руками. По вашей просьбе мы с вами уже сотрудничаем три года. Хотим подарить этот холодильник для наших детей, которые воспитываются здесь у вас в школе. Вот недавно мы сейчас были буквально в фитобаре, посмотрели. Мне кажется, очень хорошая идея, поскольку это и для здоровья полезно, да, и вместе с тем это будет некая комната, где дети могут посидеть, обсудить какие-то свои вопросы. Скоро в этом холодильнике появятся всевозможные травяные сборы, и под руководством взрослых ребята сами начнут заваривать полезные чаи. А еще врачи-ортопеды помогают интернату оснащать кабинеты, закупают различные оборудования и столярные принадлежности. И на будущий год уже есть планы. В следующем году у детей появится хороший стадион, новый спортивный зал. Я думаю, что вот и дальше мы будем с ними работать для того, чтобы дети могли получать здесь хорошее образование, для того, чтобы они были в последующем социально адаптированы. Безусловно, очень важно, чтобы они здесь уже понимали, да, какую профессию в будущем хотят выбрать, и чтобы вот те таланты, которые есть у этих детей, они могли раскрыться. Юлия Важенина, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня 8 вечера на нашем телеканале. Смотрите очередной выпуск программы «Такие же». На этот раз речь пойдет об учебе и работе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Есть ли у инвалидов возможность реализовать себя? Речь пойдет конкретно о нашем городе. Что делается в Чебоксарах, чтобы среда здесь стала доступной? Герои программы, инвалиды, поделятся со зрителями своими историями. Все приходилось читать и, ну, в основном, просить сокурсников читать. Ну, я знала, что я буду работать всю жизнь швеей. Я в свой адрес много раз выслушивал, что, слушай, я тебе так завидую. Ну, здоровый мужик, мне говорит, я тебе так завидую. Увидела я его издалека и побежала к нему сама. Вот, сколько радости было. Тогда я первый раз увидела, кто, как папа працет. Смотрите проект «Такие же» сегодня в 20.00 на Национальном телевидении. В Чебоксарах состоялась первая встреча членов Союза кинематографистов Чувашии. Киноклуб прошел в Национальной библиотеке. Мои коллеги узнавали о творческих планах. Союз кинематографистов Чувашии появился совсем недавно, пока он объединил не очень много людей. Но все они известные в мире культуры творческие личности. Среди них Вячеслав Оринов, Алексей Иванов, Владимир Корсаков. На следующий год мы собираемся провести первые все Чувашские кинофестивали. В работе будут принимать, принимаются работы наших местных кинорежиссеров, проживающих в Чувашской Республике, а также представители Чувашской диаспоры Российской Федерации. Так как дело это новое для нас, это впервые проводится, опыта у нас работы нет, мы обращаемся ко всем жителям Чувашской Республики, ко всем, кому не безразлична судьба Чувашского кино, по мере возможности оказать содействие и помощь данному мероприятию. Хотя союз и молодой планы далеко идущие. Так сейчас кинорежиссер Юрий Спиридонов собирается снимать фильм «Сувар». О том, как зарождался чувашский этнос. Уже проведен кастинг актеров. Сам фильм планируется закончить к 550-летнему юбилею Чубаксар. Также союз кинематографистов Чуваша и Чигу имени Ульянова подписали соглашение. В его рамках ВУЗ начнет готовить специалистов для работы в киноиндустрии. В столице республики в Ледовом дворце «Новое поколение» прошло первенство Чубаксар по фигурному катанию. Этот вид спорта сейчас активно развивается. На соревнования приехали спортсмены из 12 городов России. Подробнее в следующем сюжете. Желающих попасть в фигурное катание всегда было достаточно. Однако после побед в этом виде спорта на Олимпийских играх их стало намного больше. Вот и в нашем городе есть тренерский состав, готовый взять под свою опеку юных фигуристов. Уже кое-какие подвижки есть, кое-какие-то есть у нас уже успехи небольшие, но уже выходим на региональный уровень, неплохие места занимаем. Но наша задача – развивать его, выйти на российский уровень и готовить уже мастеров. Для начала решили провести открытое первенство города Чубаксары, куда приехали более 150 юных фигуристов. Очень интересная и сложная программа для нашего возраста, поэтому призовые места уверены будут наши. Судейская бригада была приглашена из Москвы. Золото все же ушло гостям, но и наши фигуристы не остались без медалей. На их счету 6 серебряных и 3 бронзовые награды. Екатерина Абрамова, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня, 17 ноября, стартует всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». О ней пойдет речь в программе «По существу», которая выйдет в эфир сразу после нашего информационного выпуска. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин